Ну, давайте начнем. Давайте. Да. Ну, представьтесь, пожалуйста. Я Алексей Сурженко. Я с Украины, с города Харькова. Занимаюсь общественно-политической деятельностью. С 2008 года начал только создавать, что такое политика, общество, и понял, что большие проблемы в развитии общества. Почему? Потому что общество не сильно то стремится решать эти проблемы самостоятельно. Общество надеется, что придет какой-то лидер политический, и все будет решать, все вопросы. Но так не происходит. Политики приходят в власти и решают свои собственные вопросы. В главу угла ставят собственный бизнес, развивают его. А на проблемы общества, допустим, бедность, нищета, они сильно не обращают внимания. Поэтому сейчас я поставил задачу организовать общество ради того, чтобы это общество было политически активным, шло во власть, не ради того, чтобы набивать свои карманы, а ради того, чтобы менять это общество, изменять его в лучшую сторону. Понятно. А можно тогда вопрос? Мы с вами перед тем, как встретиться, обговорили, чего мы будем обсуждать. Можете вы для наших будущих зрителей озвучить примерно, как вы себе представляете нашу тему разговора, который у нас сейчас происходит? Тема. Ну, я думаю, что наша тема – это политическая власть для общества. Вот. Ну, мне такая тема не очень подходит. Вот. Поэтому давайте обсудим тему нашего разговора, и тогда двинемся дальше. Хорошо? Хорошо. Вот. Значит, я так вот думаю, что, ну, когда вы говорите о политической власти, тут начинается, а политика – это что? Я не хочу во все это вваливаться, мне это, в общем, неинтересно, ну, и бесполезно. Поэтому и неинтересно, да? Вот. И сама политика – это что-то такое, в общем-то, довольно-таки расплывчатое, и в общем массовом сознании очень грязное. Ну, по крайней мере, в моем, да? Вот. То есть тот, кто занимается политикой, он неизбежно пачкается. Вот. Хочет он этого – не хочет. Там такая заварушка – мама не горит. Вот. Поэтому я этим всем не занимаюсь. Я выхожу на свободное пространство, где этого, ну, нету, и просто создаю здоровую часть общества. Поэтому я, в общем-то, политикой стараюсь не заниматься никак, да? А мне интересны принципы создания вот той здоровой части общества, ну, о которой вы тоже говорите. Там, когда мы переписывались с вами, у вас там было, что вот есть здоровая часть общества, да? И ее надо сорганизовать. Вот. И я так понимаю, нас тут с вами свело, вот на этот разговор, желание обсудить, а чего вот конкретно вы собираетесь с этим обществом получить в результате? Я правильно понимаю? Да. Я просто разделяю эту часть общества. Есть общество, которое… Ну, это здравая часть общества, которое будет контролировать политиков, и есть другая часть общества, которое пойдет во власть и будет управлять обществом, ну, имеется в виду государством. Я так понимаю, вы относитесь к здравой части общества, которые не будут заниматься политикой, А возможно, вы будете осуществлять контроль над людьми, которые занимаются политикой. Правильно? Я бы так сказал, что нет. Дело в том, что, на мой взгляд, если туда пойдут люди во власть, люди не из вот этой здоровой части, то ничего толкового уж не будет. Если какие-то пойдут к власти, а хорошие будут их корректировать, то они будут контролировать, то... Нет, никто хороший. Пошли, и хорошие контролируют. Это как работодатель. Нанимает работника. Он же по-любому контролирует его. Вот вы будете работодателем. Вы содержите этих политиков. Они содержатся на ваших налогах. И вы смотрите, как они распоряжаются общими деньгами. Что они делают на это. Если что-то не так, вы просто берете, нанимаете другого политика, который будет этим заниматься. Ну, наверное, наверное. Вот. Но сейчас у меня какая задача? Вот я вас так понял, что здоровая часть общества, она плохо организована. И вы хотите как-то их организовать. Ну, хотя бы, вот, например, можно конкретно сказать, вот из нашего сейчас разговора, что как они хотя бы сами сорганизуются-то? Их же надо как-то... им же самим надо сорганизоваться? Вот это как оно вообще будет делаться? Или делается уже сейчас? Сейчас мы пытаемся организоваться на создании платформы горизонтального взаимодействия. Это значит, что лидеры из этого общества осознанного договариваются на горизонтальных принципах управления. А можно тут вопрос? Значит, вы смотрите, я сразу по вашему тексту, у меня возник вопрос. Вы говорите, что лидеры этого сообщества, которые вот это делают, да? А вообще лидеры, они как у вас выделяются? Или образуются? Или что там? Ну, как вот сообщество узнает, что вот этот лидер, а этот нет? Ну, лидер, по моему субъективному мнению, это тот человек в социальной группе, который может заниматься организацией. Ну, это в социальной виде, организация людей. Допустим, он может организовать там в своем доме, там, субботник провести, вывести людей на митинг там. Ну, я понимаю, да, но смотрите, придет какой-то этот, который это может, и начнет там это все делать, а остальные скажут, слушай, а он что-то не то делает. И тогда как? Ну, мы договорим, у нас будет конституция, договор, да, вот, что мы можем делать, что мы делаем от нашей организации, что мы делаем чисто от себя. Если этот лидер, допустим, делает, ну, занимается какими-то своими вещами, в другой организации участвует, это его право, это лично его право. Ну, конечно. Дезусловно, вопрос-то мой вот в чем, он очень такой, ну, можно сказать, примитивный. То есть, как сообщество дает согласие, свое подтверждение, что он у нас лидер. Вот как это происходит? Что значит, сообщество, согласен, что он лидер, есть в организации органы управления. Так, так. Не все активны, вот, каждый по меру своих возможностей. Вот эти органы управления являются управляющими органами. Ну, хорошо, хорошо, тогда дайте я спрошу. Смотрите, вот, чтобы органы управления появились, да, их надо по каким-то правилам создать, верно? Да. Как-то сформировать, или они должны сами за счет работы появиться, да? Должны быть какие-то правила создания этих органов. Вот сейчас про это у меня вопрос. Вот, например, у нас наша эко-сеть, да, в ней такой вопрос вообще даже не стоит. Ну, потому что никто его не поставил, он по жизни пока не нужен, да? Вот. Ну, работаем и работаем, всем нравится, ну и хорошо, да, типа. Вот. А сейчас вот, например, я там задал вопрос о том, как мы будем принимать новых членов, новых участников в эко-сеть. У нас даже этот вопрос не решен. Ну, вот, как вот Вы считаете, в Ваше сообщество любой может вступить? Или есть какие-то критерии? Конечно, критерии будут разработаны. Сейчас пока не с любой может вступить, но, я думаю, со временем мы определимся. Сейчас пока не с свободным ходом. Но потом, когда начнут нам олигархи вставать палки в колеса, конечно, будет уже фильтр ужесточаться. И будет серьезный отбор кадров. Так, воу, вот смотрите. И тут у меня вопрос. Я вот думаю, для меня сейчас актуально именно вот этот отбор, о котором Вы сказали. Причем, заметьте, я стараюсь Вас внимательно слушать и вопросы задавать только потому, что Вы сказали. Не про что-то свое думаю, а настроен полностью на то, чего Вы говорите, ну, в меру того, как я это умею, да? Вот. И стараюсь вот выяснить Ваше представление. И вот Вы сказали, что вот будет там отбор ужесточаться, да? И критерии потом когда-то будут разработаны. Для меня сейчас это актуальный вопрос. То есть, а какие вообще критерии могут быть? Ну, например, вот. Ну, какие вот Вы себе мыслите? Ну, допустим, какие-то люди с такими-то отклонениями, допустим, психическими, какие-то фашистскими взглядами против уничтожать кого-то. Ну, агрессивные люди, которые хотят через насилие решать какие-то общественные вопросы. Я думаю, что это не должны. Ага. А вот смотрите. Вот сейчас у Вас и у нас тоже практически так в экосети принимаем всех, кто просится, да? Приняли. Человек начинает там чего-то делать. Ну, он как делал, так и делает, правда? Он же не меняется от того, что он вступил куда-то, правда? Он какой был, ну, такой человек и есть. Вот. И он дальше продолжает что-то делать. А другие участники нашего сообщества, ну, и Вашего сообщества, мне сейчас без разницы, наше сообщество или Ваше сообщество, какое это сообщество, да? Вот. Они смотрят на то, что он делает и как-то начинает на это реагировать. Вот как это можно сделать? Что конкретно сделать? Не понял. Вот, смотрите. Человек проявляет себя как какой-то, вот как Вы там сказали, с чем-то негативным, да? А, да. Ну, условно говоря, с какими-то неподходящими отклонениями, да? Неподходящими с точки зрения других участников, правда? Что с этим делать? Как это фиксировать или что делать? Ну, Вы должны, прежде всего, определиться с самым высшим органом управления. Вот у нас будет самый высший орган управления. Это съезд. Это съезд членов организации. Это высший орган. Ага. Вот, смотрите. И у меня сразу возникает, прям по этому же, и вопрос. А делегаты на съезд, они откуда берутся? Как они получаются? Делегаты, как... Допустим, в Харькове. Вот. У меня, допустим, в Харькове, гипотетически представим, что 10 членов организации из Харькова. Ага. Мы собираемся десятером. Так. Определяем одного человека, который будет представлять наши интересы на съезде. Ага. Вот таким способом мы протокольно все записываем, что, там, допустим, Пупкин, Иван Иванович является делегатом от города Харькова, от организации, там, Союз Горизонтального Управления. Ага. Который съезд состоится такого-то числа. Ага. Он проявляет с протоколом, предоставляет паспорт, предоставляет этот протокол, и он является официальным делегатом от города Харькова. Ага. Понятно. Вот. Я почему про это спрашиваю? Хорошо, когда десять, и когда все эти десять этого одного знают. А если, например, из этих десяти двое его знают, там, по делам каким-то, жили вместе в одном районе, там, как-то, или на работе они вместе, да? Или, может быть, даже, я совершенно не исключаю, долгое время взаимодействовали в какой-то социальной сети, там, в Фейсбуке или ВКонтакте, да? Ну, им понравилось взаимодействие, и эти двое знают этого, которого они делегируют. А другие восемь не знают. Лично, да? Немало контактировали, там, ну, фамилии, имя видели, профиль посмотрели, вот и все. А им как за этого человека, что делать, голос отдавать или нет? Человек выступит, выскажет позицию свою. Ну, так это политики умеют делать. Они вам такую лапшу навешивают, что не только восемь человек, но и восемь тысяч человек поверят и проголосуют. Ну, а как-то, да. Надо как-то же... Вот, слушайте сюда внимательно. Значит, вот у нас этот вопрос стоит, он еще никак не решен. Вы не думайте, что я такой умный, что все это уже придумал. Или мы там придумали. Не, совершенно не. Вот. А проблема вот в чем, или задача вот в чем. Нужно этого человека как-то идентифицировать по его делам. Согласны? Ну, конечно. Вот он делает какие-то дела, а остальные, кто в этих делах с ним вместе участвует, ставят ему галочки, да? Например, вот обещал и не пришел. Галочку ставим? Это я вам вопрос задаю. Ставим галочку? Ну, ставим минус, это не галочка. Ну, да, минус ставим. Ну, какой-то там этот значок, да? Вот, я специально так говорю в общем виде, чтобы не зацикливаться на мелочах. Вот. Значит, или там, например, что-то сделал, и оно получилось плохо. Опять ставим? Или наоборот, хорошо получилось. Ставим? Да. А какой величины галочка? Вот такой, 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 какой? Ну, это уже критерий оценки. Конечно, конечно. Вот смотрите, я недавно наткнулся в сети благодаря кому-то вот из ваших там людей на то, что сейчас делают в Китае. Не смотрели это, нет? Нет. Значит, у них такой есть социальный кредит называется. Еще как-то еще по-другому называется. Короче, каждый китаец получает, сейчас не помню, по-моему, 900 пунктов. Вот так ему выдается 900 пунктов. Если он взял кредит и вовремя его не отдает, за каждое не вовремя отданное взнос, ему минус с этого кредита, социального кредита, вот из этих баллов. Или, например, там, например, приводится такой пример, мне запомнился. Моя соседка повела собачку на газон, собачка там покакала, а соседка какашки в пакетик не сложила. Я быстренько иду, куда надо, и быстренько ей делаю минус. Идея понятная? Да. Вот. Так вот, у них сейчас есть примерно 8 крупнейших сетей, которые еще не охватывают всех китайцев, но охватывают уже десятки миллионов человек, каждая отдельная сеть. И со следующего года китайцы эти сети интегрируют в общегосударственную систему. И там, например, так. Если у тебя больше 900 баллов, тебе идут какие-то увеличения твоих прав. А если меньше, там, например, по-моему, 550, то ты не можешь купить ни железнодорожный билет, ни авиационный билет, еще там много чего не можешь. Понятно, да? Вот я сегодня с моим внуком обсуждал вопрос, а если человек тебя побил, или украл у тебя что-нибудь, ты ему поставишь отрицательные баллы? Внук молчит. Ну, ему 12 лет, что с него взять? Балбес. Ну, короче, не балбес, конечно, вы понимаете, да? А просто он еще тех фильмов не смотрел, которые мы с вами смотрели, правда? Да. Он еще просто мало живет. Мало своих, своего жизненного опыта. И вот. Конечно, я этому, который украл у меня чего-то, я ему готов. У меня вот, например, в Германии украли уже 10 велосипедов. Очень хороших велосипедов. закрытых на замок. Я бы каждому, кто украл этот велосипед, ох, сколько бы баллов вкатил. Если бы я мог до него дотянуться, правда? Прихожу утром, а там нет велосипеда. Мама родная. Я его холил, лелеял, да? У них, например, у китайцев есть еще баллы, например, за посещение родителей. Сколько-то времени родителей не посещал, минус 5 очков. Нормально? Да. Вот. Так вот, я это называю социальной логистикой. И хочу такую систему сформировать. У нас в ЭКО-сети конкретно, да? Вот. Вот у нас есть платформа, которую программирует Александр Васянин, да? Со своими ребятами. И мы с ним вместе обдумываем это, и программисты в этом участвуют. В обдумывании я имею, да? Вот. И нужно вот эти баллы как-то сделать по-разумному, потому что у этих же китайцев там есть такое, что мама не горюй. Потому что там, например, человек получает положительные баллы за то, что он в данной торговой сети много чего покупает. Ну и как вам это понравится? Ну, понятно. Вот. Это получается, что что-то богатый, он много покупает, и тогда у него этот вот социальный кредит растет за счет того, что он богатый. Что-то тут не то, правда? Да. Вот. Короче, там вот этого не то там очень много. И я так думаю, что они эмпирические. Будут вот это вот как-то совершенствовать, совершенствовать. Но мы совершенно четко понимаем, что такая система, она легко превращается в такой фашизм, что это вот то, что было в Германии, оно покажется просто цветочками. Правда? Угу. Вот. То есть легко там скатиться в совершенно жуткую такую систему. Да? Вот. Что головы не поднять и вообще не высунься и тут же стреляют и мама родная. Ух. Поэтому эта социальная логистика, которую я, ну, сейчас планирую делать, она, в общем-то, дело сложное. И моей головы на нее точно никак не хватит. Вот. Я вот сегодня буквально Васянину писал о том, что там в группе в нашей, о том, что эту систему нужно создавать эмпирически. То есть люди предлагают что-то, давайте вот за это введем такие баллы, да? И так далее. Ну вот. Ну что же. Давайте тогда, может быть, у вас есть ко мне какие-то вопросы? А то я что-то сильно разболтался. Смотрите, мы будем создавать союз горизонтального управления. Да, мне это очень приятно слышать. Я тоже за это. То есть это так называемые бирюзовые организации, мне нравится это название, называть можно как угодно, значит, горизонтальное управление тоже годится. Да. Где не будет у нас какого-то вождя, который указывает нам путь, куда нам следовать? А мы сами для себя вожди, лидеры и вместе договариваемся и находим этот общий. Во! Я как раз про то, что вместе договариваемся, надо какие-то алгоритмы придумать, а как мы это делаем. Согласны? Ну да, я же хочу сегодня вот пригласить вот таких разумных, осознанных людей, я через эзбук их нашел, чтобы мы могли как-то договариваться. Назначить правила, принципы. Ну вот, смотрите, вот сейчас давайте возьмем пример, да, вот для меня сейчас актуальный пример, я люблю работать с теми примерами, которые меня сейчас по жизни волнуют. Ну, наверное, и вы так же, да, вот. Меня сейчас по жизни волнует прием новых членов в наше сообщество. Там в ваше сообщество, в наше, не важно, да. И я предложил, что, а давайте будем, ну, во-первых, у нас уже давно принято, что мы принимаем только по рекомендации, да, и человек, который приводит нового члена, он заполняет определенную форму на этого человека, да, и мы всегда можем увидеть, кто же его сюда позвал, да. Вот у нас такое правило. Вот вопрос, смотрите, Алексей, Алексей, значит, а кто это правило принял? Как вы думаете? Мы все вместе принимаем эти правила. Вот у нас есть высшее орган управления, допустим, онлайн конференция, чтобы мы не ездили, не тратили время, и собрались. Не, секундочку, а вот какой-то один человек говорит, я против этого правила, и что вы будете делать? Ну, смотрите, никогда, вот у меня, я живу в 16-этажном здании, если бы мы принимали с вопросом 100% голосование, да, вот все, за, никакого решения не приняли. Да, согласен, совершенно. Поэтому, допустим, нужно принимать 90% допустим, от количества всех. Вопрос у меня сразу, а кто определяет, каким количеством процентов решение принимает? Вы? Нет, смотрите, нас собралось 10 человек. Мы со всех стран, собрались, кто с Украины, кто с Германии, кто с России, вот, собрались и решили для себя создать новую организацию, биразовую, горизонтального управления. И, допустим, давайте принимем какие-то там правила. Вот, правила, норма голосования, сколько, форм, да? Да, и разрешение. Согласен. Ну, допустим, к примеру, да, вот мы договорились, что будет 90% от голосовавших принять решение. Не, секундочку, по какому вопросу? Ну, есть разные вопросы. Можем там... Нет, вот у меня сразу вопрос. По разным вопросам один и тот же процент? Можно по всем вопросам, можно по разным. Вот смотрите, по каждому такому вопросу, который я сейчас спонтанно задаю, да? И, наверное, этих вопросов можно сформулировать еще 10 тысяч штук, правда? Потому что вопросов же в жизни возникает много разных, да? И как же все-таки, когда нет консенсуса, решение принимать? Потому что консенсуса не дождешься, правда? Да. Вот. Тут я с вами совершенно согласен. А решение надо принимать в жизнь, так сказать, как-то подталкивает, да? Ну, требует решить чего-нибудь. Вот. Вот у нас, например, сейчас жизнь не требует решить порядок приема новых членов. Вот. И у нас, например, в нашем эко-сети где-то 40 человек, там уже реально, ну, есть их профили, там, и так далее, да? И они там в каких-то делах участвуют, и так далее. Вот 40 человек. Из них я непосредственно все время общаюсь с тремя-четырьмя человеками. Остальные где-то в тени, я их не вижу, не слышу, и ничего про них не знаю. Ну, так, я видел, читал про них что-то, и все это уже забыл, да? А вот 3-4 человека, они актив. Я говорю, ну, давайте вот мы втроем с четвером все и решим. То есть, сейчас идет у нас лично, я расскажу про наше, про наше сообщество, эко-сеть. Не про группу в Фейсбуке, понимаете, да? А именно про реальное сообщество, где люди выставили, свои дела, участвовали в делах других участников, да? Вот. Я говорю, о, а что мы будем втроем решать, или вчетвером? Опять же встает вопрос, а какой алгоритм? Опять пока консенсус, или что? Да? То есть, эти вопросы, Алексей, они все равно встают, они все равно у вас будут, да? И все вот эти вот, ну, как бы сказать, процентные способы, они все приводят к тому, чего мы сегодня имеем. Это 100%. Я вас предупреждаю прям официально, да? Ну, чтобы вы зря жизнь свою не тратили на те ошибки, которые люди уже сделали миллион раз. Ну, во всем мире они эти способы используют и получают ту демократию, которая сегодня есть. Там, в Украине или, значит, в России, без разницы, да? Ну, вот. В любой Мексике, в чем угодно. В той же Америке. Вот они это получили благодаря вот этому способу. Потому что они определили проценты голосования. И больше ничего. Проценты не годятся при горизонтальном управлении. Не годятся. Ну, вот. Не, у меня нету решения. Вы что думаете? Я вам сейчас тут конфетку или там таблетку подарю? Не, у меня нету. Вопросы задавайте. Я хотел узнать, а долго вы живете в Германии? Да, с 95-го года. А почему вы уехали? А так просто по жизни случилось совершенно для меня случайно. То есть, у меня не было никаких планов, никаких мечтаний не было. И вообще обстановка была к тому, чтобы жить там, где я жил. Я жил в это время в Одессе. Просто так жизнь повернулась и я вот попал. Ну, смотрите, у нас сегодня будет заседание на хангаут, если вы знаете. Мы будем транслировать прямой эфир через YouTube. Угу. Будет желание, присоединяйтесь. Спасибо. Нет. Нет, не хотите. Нет, не хочу, потому что, когда собирается много людей, очень неэффективно расходуется время каждого. Я... вы тогда запись посмотрите. Ну, тоже вряд ли, потому что это сильно большой расход времени. Понимаете? Вот. Другое дело, что если вы с кем-то из них вот такой разговор, как у нас с вами, по какому-то конкретному вопросу запишите и скажете, вот такой-то вопрос мы обсудили с таким-то Васей, да? и длится это 20 минут. Вот это реально. То есть, смотрите, наш с вами сейчас разговор, это пример, ну, там у меня уже несколько сотен таких, ну, порядка двух сотен разговоров на канале лежит, поэтому уже есть примеры. Это способ отсроченного диалога. То есть, у нас с вами вот сейчас есть время, мы собрались, да? Да. А у всех остальных вот сейчас нету времени, они там, кто на огороде, кто где, да? Вот. У них нет времени, но они всегда могут наш разговор, там, через час, или через два, или завтра, послушать, правда, если есть охота. Поэтому наш разговор должен быть не очень длинный, и, соответственно, чтобы им не было, не нужно было много времени тратить. И должен он быть по конкретному вопросу. Вот. Я думаю, наш разговор как раз такой, но если Вы не против, ну, давайте подведем итоги и сделаем так, чтобы им было меньше смотреть потом, да? Да. Ну давайте, какой-нибудь итог. Вот у Вас какой-то получается итог? У меня есть к Вам предложение, смотрите, чтобы мы создали общий ресурс, Вы не выходили, допустим, пока на связь общую, но Вы могли со мной коммуницировать один на один или с кем-то. когда мы будем к этому подходить к созданию, мы создадим чаты специальные для этого, для членов конкретно, и будем голосовать, там можно делать голосовалки. Решение же принималось, поэтому мы когда-то не сможем все собраться в одном месте в одно время, поэтому мы будем использовать электронный ресурс голосование. Ну понятно. Вот можно вот такой создать центр горизонтального управления, есть все инициативы, все они собираются в одно целое. Ну вот, ну не знаю, значит, у меня никаких ресурсов создавать какие-то сервисы, это же сервис какой-то надо делать, правда? Нет, не нужно, на Фейсбуке все есть уже. И голосование есть? Да. Это очень интересно, потом дадите мне ссылочку. Конечно. Вот. Значит, у нас такая идея в ЭКО-сети, что мы делегируем свои права голосовать по тому или другому вопросу другим участникам. Понятно, да? Да. Вот, там был такой, я сейчас не вспомню, как его зовут, который там схемы рисовал, помните, по делегированию полномочий, нет? Не смотрели? Как же его фамилия? Делегативная демократия, да? Да, да. Вот. То есть, он там рисовал схему, кто кому делегирует и как это может зацикливаться. Там чисто у него такой механический подход. То есть, какие варианты этого делегирования есть? Больше ничего. Вот. Так вот, это делегирование, оно достаточно сложная вещь, потому что, я так понимаю, что в жизни, в целом, в социуме, количество разных вопросов, принципиально разных, их несколько десятков тысяч, да? Поэтому я могу делегировать свое право решать какой-нибудь один из этих огромного количества вопросов такому-то там петь, да? А по остальным вопросам я буду все сам решать. То есть, буду сам свой голос отдавать. Поэтому простое голосование, как вы выделили там делегатов, у нас есть, это примитив, и это, ну, задача неразрешимая вообще никогда. Потому что она приведет к плохим результатам. Вот. А вот делегировать, решать вопросы по каким-то отдельным вопросам, да, это реальная вещь, но у нас, например, такой принцип. Если лично знаешь человека, тогда можешь делегировать. Понятно, да? Да. А лично не знаешь все, потому что не знаешь, ты кому это посылаешь. Мало ли что там в Фейсбуке, да? Вот. Поэтому тут вопросы такие сложные. У нас они никак еще не решены. Но на то, что вы сказали, что сделать какой-то ресурс, я возвращаюсь к этому, да? Именно ресурс, я так понял, про голосование, да? Да. Вот. Я думаю, что именно вот в том плане, что я рассказал про китайцев, да? В том плане, что у нас сейчас запрограммирована на сайте, значит, эко-сеть «Люди и дела», да? Ну, знаете, смотрели этот сайт, нет? Нет. Вот. Ну, давайте я вам после разговора немножко сделаю экскурсию на этот сайт. Хорошо? У вас еще есть? Я смотрел. А? Нет, сейчас. Просто у меня будет конкуренция следующая, мне нужно подготовиться. А, ну, хорошо, хорошо. То есть когда-нибудь там потом? Да. Вот. То есть я обычно как? Так, я включаю свой экран, человек смотрит, что у нас там в эко-сети есть, а я при этом комментирую, рассказываю, да? Вот. Там у нас тоже вот есть команда программистов, она находится в Чебокшарах. Вот. И они это программируют, но пока еще вот до делегирования полномочий, как вы это назвали-то каким-то словом? Делегитивная демократия. Да, вот, типа этого, да? Вот. Я это все вместе называю социальной логистикой. Вот. Ну да. То вот это можно было бы там программировать. А вот эти все системы, которые есть на Фейсбуке, хотя я их не видел, я совершенно уверен, что они к этому абсолютно непригодны. Почему у меня такая уверенность? Очень просто. Потому что они исходят из обычной сегодняшней демократии. у них модель в голове такая, они все эти сервисы делают, исходя из этой модели. У них другой модели нет, поэтому они делают эту гадость. Вот. Там большинством голосов или каким-то консенсусом или еще чем. Ну прямая демократия. Ну да, да. Вот. Ну под прямой демократией вы что понимаете? Ну когда человек непосредственно сам голосует. А, вот это, да? За решение конкретного вопроса, да? Да, решает, да. Сам он принимает решение. Или сконсультируется со специалистом, а специалистом уже говорит, как на вас. Ну так вот в этом все и дело. Что если мне поручают вопрос решать моей прямой демократией перебрасывать Печору в Волгу или нет, я кто в этом вопросе? Я никто в этом вопросе. Мой голос весит ноль, потому что я в этом ничего не рублю. А тем не менее он у меня есть типа ваучера, да? Я могу отдать его кому угодно. Чушь собачья. Ну смотрите, как происходит вообще голосование, вот, для того, чтобы что-то принять, какое-то решение, выходит специалист, там несколько специалистов говорит, да, вот, вот, один специалист высказывает такую точку зрения, другой специалист высказывает совершенно противоположную точку зрения. Да. Ваше право за какое решение проголосовать? Или свое будет? Так я вам очень просто скажу, тот специалист, у кого харизма больше, тот и победит. Он у всех остальных убедил. Понимаете? Ну да. Вот и все. А что, он там правильно решил или нет? Это еще большой вопрос. Вот сейчас в Волгограде, когда футбол был, что было? Знаете, в курсе, нет? Нет. Очень просто. Там все команды просто в ужасе были, потому что там их жрала мошка. А откуда она взялась? От плотин, которые на Волге построили. 50 лет не было этой мошки, а потом она начала появляться. И вот уже 20 лет, каждый июль месяц, она сжирает город Волгоград. Уже 20 лет. И кто за это будет отвечать? Ну кто мог предвидеть, что там будет мошка? От того, что Волга не течет, она стоит. Понимаете, да? И, конечно же, решали специалисты. Мать их так. Во. Да, и все. А то, что сейчас из верхней Волги в нижнюю корабль проплыть не может, там обмеление. Это как? Несмотря на шлюзы и на эти моря, и на все. Я понял. Ну хорошо тогда, нужно будет заканчивать. Да, конечно, да. Ну что, я очень доволен, я понял примерно, что вы делаете. Я даже, давайте я попробую сформулировать, вот, что вы делаете, да? Вы создаете сообщество, которое наладит политическую жизнь, ну, в конкретной стране, да? Ну, на правильные рельсы, правильно? Да, да. Вот. Ну вот. То есть, вот эту открытую политическую жизнь. Вот. А я создаю сообщество, которое наладит жизнь внутри самого сообщества. Вот в этом разница. То есть, сообщество начинает жить по хорошим правилам, у него появляются какие-то преимущества, какая-то успешность, да? Своя там, да? Для участников. И за счет этого сообщество постепенно разрастается. Вот. Ну вот, скажите, пожалуйста, у меня тогда еще один, может быть, вопрос. Алексей, через сколько времени вы надеетесь на какой-то ощутимый результат в вашем проекте? Я думаю, через год. Понятно. Я в своем проекте надеюсь на ощутимый результат через 500 лет. Ну, это я специально задал вопрос, потому что, ну, чтобы люди, которые нас будут слушать, они понимали разность масштабов, да? Вот. То есть, я стараюсь сделать такую машинку, которая может работать без меня. То есть, систему отношений, вот этих правил, алгоритмов, да? Которые люди дальше будут развивать долго-долго и приведут к этому результату. Вот. Ну, ладно. Спасибо вам за встречу. Вот. За мной экскурсия по экосети. Хорошо? Да, хорошо. Какие нужны будут ссылки, ну, дайте, мы их вот сюда поставим в описании нашего разговора. Хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.